Всем хай! Хотите я покажу вам свою киску? Вот она, моя мамка. Он пришел ко мне и от него очень неприятно пахнет. Нет, он не испортил воздух, просто ему недавно делали прививку, а перед прививкой что-то обрабатывали, и шерсть у нас пахнет не лучшим образом. Но сегодня мы собрались с вами не для этого. Кисю, уходи! Ну, ребят, прежде чем мы начнем это видео, я покажу вам, как мои волосы стали выглядеть. Знаете что, блогеры с ним получают денег с амбонтизацией баблишка? Нет. А как бы хочется хоть что-то в видео иметь. Поэтому, ребят, следующее видео я выложу только в том случае, если мы наберем 10 тысяч подписчиков. Сейчас количество моих подписчиков вон. Новое видео у меня уже снято, да и сегодня я на съемке видоса, но выложу я его только в том случае, если мы наберем 10 тысяч подписчиков. Поэтому подписывайтесь, включайте в себя колокольчик, делайте тык, и мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. О, ты прослезился. Сегодня я расскажу вам, как я подумала и решила, что следовало бы мне нарастить волосы. И, скорее всего, об этом жалении... И, скорее всего, об этом решении я пожалела. В какой-то момент я подумала и решила, что вот мне надоело ходить с короткими волосами. Надо что-то менять. Нужно изменить волосы. Сейчас я приехала в магазин, где продают волосы, соответственно, сейчас заберем волосы для нарастивания, отнесем их, чтобы мне их покрасили, и будем уже дальше стричься. Короче, в итоге, я так понимаю, весь этот процесс займет меня три, потому что нужно будет взять волосы, покрасить волосы, после того, как я покрасила волосы, нужно будет покрасить то, что у меня сейчас на голове, огород, чудес. Смотри, ну, что мы с тобой делаем? Сегодня мы не делаем, по сути, ничего, только мы обновляем цвет, красим и красим мои волосы, которые я купила. Потом с ними, соответственно, я бегу туда, в них пришивают, и я снова бегу сюда. Прикольно. В общем, купила волосы. Сначала сказала, что мне нужны самые белые, такие немножко серые, чтобы под мой натуральный цвет волос подошло. Меня прям идеально подобрали, я взяла волосы, заплатила вроде тысяч тридцать. Ну и поехала к своему мастеру, чтобы он мне эти волосы покрасил, которые мы впоследствии будем наращивать. Ага, классные. А нормальные? Да, вообще прикол. Я думала, что будет. Ну, они плотные, они, конечно, плотнее, чем твои, но мне нравится, что они уже нужного цвета, и, в принципе, они достаточно текстурные для того, чтобы, ну, с ними это было прикольно. Ну, в общем, хорошие волосы, больше страдалось. Сейчас будет делаться полосочка, пока я вот этим вот, за замечательным причесоном. Вот это и марство происходит. Ждем, пока все проявится. Это волосы, которые будут у меня на голове. Свет прям подошел. Во. Хвост. Ну, вот. Все, один полностью готов. Ну, что ж, красим волосы. Так, это у нас, значит, лайфхак, как заставить клиента работать самостоятельно. Я за это плачу деньги. Между прочим, между прочим, не маленький. О, нет. Обратите внимание, как профессионально она работает. Ты не хочешь помнивать систему? Ну, роскошь, роскошь, красота. Что, норм делаю? Да, вообще супер. Продолжай. Вот еще. Сейчас сделаем немного посветлее волос, чтобы подошел под нарощенный волос. Ребятки, зацените рассылку, которую мне прислали. Это новая серия декоративной косметики It's Clear от Faberlic. Это макияж для ухода за кожей. Они выпустили новую серию декоративной косметики, которая называется It's Clear, которая соответствует современным стандартам чистой косметики. Кстати, в процессе создания новой серии компания Faberlic придерживала шести основных принципов. Clean Label, экоупаковка, веган, клинические тесты, натуральности, cruelty free. Мне безумно нравится все, что здесь есть. Давайте я вам покажу поподробнее. Вот это выглядит без упаковочки, просто потрясающе. Особенно мне понравилась вот эта вот помадка для бровей. Я ее здесь немножко протестировала. Очень крутая и выглядит просто потрясающе. Вообще вся коллекция, конечно, просто богема. И здесь была еще отдельная коробка. Давайте посмотрим, значит, какие у нас носочки. Маска для сна. Кстати, из очень хайповой коллекции. Вот такое вот средство. Это у нас румяна. Я уже пробовала его. Здесь у нас помада тоже, кстати, отличная. Но что самое интересное, это их новая серия. Вот с такими вот очень крутыми аромаштуками. Я одну себе уже поставила на рабочий стол, и она безумно вкусная. Вот так вот она выглядит. И у меня здесь, как видите, исходя из надписи мандариновой, безумно нравится. Просто аромат великолепный. Думаю, что никто не поспорит, насколько стильно и круто это выглядит. Еще мне очень понравилась вот эта вот коллекция. Она называется «Сонная терапия». Здесь у нас свеча с потрясающим запахом. Даже зубная паста. И вот такие вот масочки и средства для ухода за собой. Мне покрасили волосы. Дальнейшее действие должно было быть таким. Я должна была снова поехать в это место, где я купила волосы, чтобы мне сделали там наращивание, а потом записаться к моему мастеру, чтобы он мне уже по результатам этого наращивания все подстриг и все сделал. И здесь, конечно, рофл прикол, потому что места, что у моего мастера, что у наращивания волос, очень сильно забиты. И хорян ты туда попадешь. Поэтому интервал был у меня примерно недели 2-3. И к этому моменту я уже передумала наращивать волосы, хотя вроде концептуально мне это нравилось. Она такая типа «Блин, точно ли я хочу наращивать? Котика сейчас займёт уход в дверь, не плачь, мой маленький кот!» Иду снова наращивать волосы. Это, конечно, пипец, потому что я так уже привыкла к коротким. Мне теперь даже не хочется, но уже поздно. Здрасте. Реально, знаете, я же не первый раз волосы наращивала, когда была ещё блондинкой. Я делала себе наращивание волос, но не простое, а лентами. И наращивание лент в первый раз, когда мне делали с нуля, ну, тоже где-то заняло, наверное, часа полтора. Но это считается самым лёгким наращиванием. Я никогда не делала капсулу, потому что я очень боялась, что придётся делать долго. Но с моей порванной стрижкой невозможно было делать ленты. Да, там будут докрашивать, но здесь, как видишь, у меня тоже здесь всё вот так вот. То есть где-то есть, где-то нет, потому что в этом был смысл. То есть тут не нужно делать хорошо, нужно делать, чтобы было странно. Я хотела сказать, что мы не заморачиваемся. Мы вообще не заморачиваемся. Не-не-не, наоборот. Мы вообще не варимся, мы просто... Да, да, да. Я именно так и хочу. Стоит ли выглазами, да? Ну, буквально, да. Всё понятно. Нет. Я не могу задавать много вопросов. Со сливками? Кофе? Да, обычный какой-нибудь капучий, типа того. С сливками. Вот. Отсюда вот проборога. Видишь, у меня здесь немножко фанира растёт? Вот так вот, да. Вот отсюда вот, чтобы у нас симпромы были. Я сейчас просто отступлю, мы потом вернёмся кверху. Да, хорошо, конечно. Окей. Я очень отвыкла от длинных волос. Прям даже как-то, знаешь, немножко переживаю. Обычно переживают, когда волосы отрезают. Я такая, блин, ну вот, надо их нарастить. Да, привыкла. Я думаю, что буду привыкать, да? Мне кажется, ты сейчас придёшь, что-то скажешь. Я могу. Я, честно, я могу. Вообще не поняла, в какой момент я захотела нарастить снова волосы и сделать их длинными. Вообще не знаю, что-то захотелось. Бывают такие парады. Я вот уже наращиваю длинные. Блин, надоело. Нашу коробки, думаю, не надоело. Блин, надоело, да, всё не то. А как думаете, кстати, насколько по времени это займёт? Плюс-минус. Ещё два. Вот так вот выглядит процесс наращивания. Прям сразу делаю. Прикольно вообще. Немножко прямо экономич. Очень здорово. Так, показываю, что пока получается. Вот там вот, вот это вот уже капсулы. Надеюсь, будет классно. Должно быть. Эти полоски, я уверена, будут вообще очень прикольные. А мы их на ленту будем ставить или тоже как капсулы сделаем? Как капсулы, да? Мы их режем, как режем. Видите, вот так нарезаем, так же и твое поднимаем. Ааа, фон. Вот эти штучки подснять. Блин, вообще круто выглядит, конечно. Ааа. А там уже не видно, да? Там собрали пласть. Хайп. О, боже. Вот это контент. Блин, прикольно выглядит. Прикольно, я просто уже думаю, но у нас ещё иди сюда. Да, знаю. Так и делаем вот в этом же месте. Типа вот туда думаешь продлевать или как? Да, вот не знаю, нет. Красиво, когда мы пуском. Согласна. Ну, второй сюда вот у нас пойдёт получается. Да, ещё осталось. Я абсолютно не верю, что у меня самые длинные волосы. Ну что ж, теперь шаг номер номер номер, пойдём к встрече. В целом никаких претензий нет. Действительно волосы очень красивыми получились, длинными. Но, блин, сажусь я такая в машину и... В общем, мы закончили. Я чё-то на такое. Грусть, тоска, печаль. Видимо, мне ходить с короткими волосами всю жизнь. Не, ребята, ну это, конечно, трэш. Блин, вообще не воспринимаю себя с длинными волосами. Мне хочется все убрать. Мне так не нравится. Вы бы знали просто. Дайс Фром Криниш. Хочется их убрать. Ну, это чё? Ладно, у меня вся надежда на то, что я реально сделаю очень хайповую сейчас стрижку. И как-то всё это будет поинтереснее выглядеть, потому что чё-то слишком... Ну, никак. Ах, ну не понравилось мне. Ну не понравилось мне видеть своё лицо с длинными, блин, волосами вообще нет. Доезжаю я, короче, до моего мастера. До моего салона, где мне волосы стригу. Думаю, сейчас моему мастеру вообще не понравится, потому что вот он, как я. Ему почти ничего никогда не нравится. Но он такой, блин, тебе хорошо сделали. Я такая, а-а-а. Боже, мне дико интересно просто, что сейчас скажет то или на всё это. Потому что, мне кажется, дома охренее... Ситуация, конечно, такая. Выглядит особенно эпично. Вообще без понятия, как это пока что убирать. Ну ладно. Ну, по факту их вообще не видно, на самом деле. Хотя я их чувствую очень хорошо Вот они тут, типа Еще Блин, не могу даже вам показать, что видно было Ну вот, типа, вот так это выглядит Прикольно Хааай Прикол, прикол, прикол Этот прикол сейчас мы будем с тобой докручивать Потому что концепция поменялась полностью Серьезно? Да Давай на месте И потому что он сказал, что сделали хорошо Но в плане и по работе ему понравилось, и волос им понравились И типа он сказал, что мы сейчас сделаем крутую стрижку И я такая немножко подрасслабилась И подумала, ладно, но есть чел, который всегда негативит Говорит, что все класс Значит, вообще все супер Потому что я люблю работать с такими людьми, которые Не за что, вы знаете, на негативе, а которые очень дотошные Потому что если им что-то нравится, значит, это реально круто И снова мы вводим голову Ну да, по-другому нужно назвать Задумка была такова Я хотела сделать длинный вольф-кут Это как бы как у волка, но как бы нет Но, короче, модно Вот, в общем, мы состригли почти всю длину Так, сушим Белый-черный Белый-черный Вот теперь вот валяется Их видно, да, теперь стало? Да, сейчас Круто Ну, можно будет сейчас еще подсистить, подсистить И более очевидно на это сделать Вот волос, который я беру на голове Предварительно Так, снова начинаем красить У меня мало полосок Я вообще не понимаю, пока что произойдет Ну, мы понстрегли Время сушить волосы Сейчас покажу вам результат Ну что, мы все закончили Сейчас момент истины Ух, я даже не верю, что у меня снова длинные волосы Круто Ну что ж Вот Лайк А вы смотришь выказать, пожалуйста? Да, пожалуйста Нате, посмотрите Ой, нет Нате, посмотрите Стоп Какая роскошь Ну, роскошь Спасибо Ну, колечиком А, как это красиво Изначально мне все понравилось Было красиво Хоть и было слишком нормально Но в целом красиво А потом я помыла волосы Много раз мыла волосы И много раз пыталась их уложить И ничего лучше, чем это У меня не получалось И у меня сгорело Ну, вы знаете Когда я это увидела Ну, стоит тут еще что-то добавлять Или в целом и так понятно Я такая Блэ Хочется снять Но как-то неудобно Все же хорошо работу сделали В салоне хорошо сделали Ну, с наращиванием Мастер сделал, как я хотела Но не нравится мне Как вот с моим лицом И ходила я Даже фотки не сделала Понимаете Ну, это что такое волосы Измените Фотку не сделала Так не бывает Еще я не очень поняла приколы Возможно, это нормально Подскажите, пожалуйста Потому что я никогда не делала Нарочные волосы Именно капсулы Пошло где-то, ну, наверное Недели-две И сейчас они Вот так вот выглядят То есть Они как будто бы Типа, видите Вот вроде бы вздулись То есть наверх стоят А это никак не связано с тем Что я их иначе Как-то там, не знаю Положила или держу То есть как будто Сверху волосы отросли Вот здесь вот А здесь нет Поэтому они вот Прямо стоят И, например Грубо говоря, если захочу Там сейчас прическу залезать То есть штуки будто поршится Видите, вот их даже так видно Но ходила-ходила Написала мастеру Что не нравится мне стрижка Не могу ее уложить Ничего не получается Он сказал Приезжай, переделаем так Чтобы ты сама могла укладывать И не было у тебя никаких проблем Ну я и приехала Меня снова подстригли И получилось вот так В общем Мы смогли исправить прическу Теперь она выглядит так Как я хотела Чтобы она выглядела Важно Ребята Если вы досмотрели до этого момента Подписывайтесь на мой телеграм-канал Туда я больше Выкладываю буду фотографии Личной информации Хочется добить в телеграме 100 тысяч подписчиков На 100 тысяч подписчиков Я сделаю охренеть Какой розыгрыш Вы же знаете, что у меня Много люкс-фэнси-стаффа Так вот разыграю Одну из моих дорогущих сумок Которые сейчас стоят Ой, еще немного денег А вот я возьму и разыграю Нет, у меня все сумки В хорошем состоянии Я бы сказала даже в идеальном Поэтому подписывайтесь На 100 тысяч в телеграме Будет розыгрыш Ну, а если мы не добьем 100 тысяч розыгрыша И не будет Жду вас в телеге Подписывайтесь на мой телеграм-канал Выложу туда больше фоток И то, как я отражу За звездочка знак Доллара Пип Антем Дашу Граф Я сходила в салон Гуар Вится Давайте вспомним Как выглядело лицо до контуринга А, это с контрингом Или вообще просто контринг убрать А потом началась пожарная тревога Что, бежим? Ах Все хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому